Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое. Но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в три раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. У нас гость в эфире. Максим Сибирин. Максим, ты где? Я на стадионе Краснодара, жду испанцев. А они уже из Сочи прилетели в Испанию? Бой, блин, в Краснодар? Да, в Краснодар. Ну, да, они сейчас должны прилететь, да, я типа их встречаю. Мы на базе их встречаем. А ты на чем их повезешь? На Ладиларгус? Да нет, они сейчас в аэропорт, потом сюда на своем автобусе. А, у них свой автобус? Ну, конечно. Так и не скажешь. Вроде бы не чел с камуринью, а автобус есть. Как в Краснодаре? Жара, наверное, да? Ну, блин, 12 часов ночи, ну да, пристрелиться где-то. Я, когда был в Краснодаре, осенью, последний раз был, как раз жил около статика вообще. Мне еще понравились дворы, которые тут рядом, там вообще такие насыщенные дворы, всякие кафе и прочее. И еще там самый чистый в России магнит находится около стадиона, естественно, Краснодарского, потому что магнитский не мог позорить обосраться. Но все остальные магниты в России выглядят примерно как будто бы... Ну, я, если честно, я в Краснодаре не так давно. А ты откуда? Я переехал. Я с Крыма. Ага. Город Керчь. Керчь. Был в Керчи, не был, так молчи, да, как говорится? Ну, да. Белорусы, так сказали, как-то. Да. Прикольно. Это... Ну, я был в Крыму в Мисхоре, отдыхал. Вот. И в Керчи не было. Нет, мне стыдно, я не знаю, где это, если честно. Не знаешь, где Мисхор? Ты в Крыму как-то особо не жил, не был осознан еще. Сознание пришло тебе в Краснодаре. Да нет, нет. Я полгода только в Краснодаре. Я всю жизнь в Керчи. Да и в Крыму я нормально так, Мисхор, Мисхор. Ну, я там не был, да. Понял. Ну, ладно, ну, удачно тебе встретить, ребят. Подожди, вопрос можно один? Да. Матч смотрел-то, Испания-Португалия? Я смотрел, я сделал ставку. 50-50 рублей я поставил лайвом на Португалию. Я был почти близок к тому, чтобы сорвать 5-ти коэффициентный куш. Ну, не получилось. Чуть не хватило. Я за испанцев, в свою очередь, был. Ну, матч хорош. Ну, мне как-то нравилась Испания, но сейчас что-то мне никто-то не нравится. Да, как бы он был в Валере Роналду, за ним все приятно наблюдать. Я понял. Вот, здорово. Ты в Краснодарке приедешь когда-нибудь? Да, я надеюсь, что осенью заеду. Я стараюсь в каждом туре, ну, почти в каждом заеду. Я тебе писал, типа, что приду обязательно на твой концерт после альбома, но никак дождаться не могу. Ну, весной пока не особо получилось, но все, будет осенью. Все, я понял, буду ждать. Все, давай. Спасибо, спасибо большое. Я так же. Не знаю, удалил ли я или не удалил. Привет. Привет, привет, Назик. Ты опять про магнит с Воркуты, да? Просто заебал меня ты. Он висит на холодильнике. Рядом с другим полтинником других магнитов. Здорово, Лера. Как дела в Минске? По трубам не чечет холера. Хотя, откуда у вас в Минске очень чисто? Я был в Минске, реально, любого таксиста поостанови. У него будет чистый автомобиль внутри. Очень чисто в Минске. Люблю этот городок. Правда, в домах там не всегда все ок. Довольно тупые, одинаковые кафе. Ну, такова судьба Минск. Ка. Я был в Уфе. Там был прикольный кинотеатр. Слышал ли я о Vettel Squad? Нет, не слышал об этом ничего, брат. Но что-то, мне кажется, слышал в контексте первого батла на HipHop.ru. Мне нужно найти Апо.ru, чтобы дальше пофристайлить про вас. Я не Moonstar Max, но почему-то решил зафристайлить. Тут мало из Минска, ты не из Италии. Здорово, Танкаева. Здорово, Тубянский. Ты сейчас Казанский или Питерский? Знаю, что ты сейчас в Петербурге. Видел твою фотку с двумя телками. Ты был в Уге. Или в двух Угах. Почему я должен тормозить, блядь? Вообще, глянь, ты чё, Роман? Ты чё, Роман? Думаешь, мне нужно тормозить? Съешь банан, будто ты Роберто Карлос. Ладно, действительно, пора тормозить. Да, да, спасибо. Спасибо. Вечеринка супергероев. У меня есть один вариант наряда. Я не должен его споделить. Может быть, у вас есть предложение. Как мне одеться на вечеринку супергероев, чтобы избежать банальности? Как вы думаете, какой наряд нужно деть девушке, чтобы избежать банальной женщины-кошки? На вечеринке супергероев. Окей, масло – это не борода, это седина мудрости. Так, конечно, суплеж, да, но это седина в таком освещении. Видите ли? Бэтмена? А, свайба, свидание, спицы. Ну, слушай, это во многом очень похоже на Набокова и, наверное, даже чем-то на Бунина. Читая рассказы Бунина, если не читал. Последнее свидание. Митина «Любовь» у Бунина, у Набокова «Картофельный эльф» – похожий рассказ. Вот. Юрия Олеша «Зависть» – наверное, что-то похожее тоже там есть. Вообще, Олеша достаточно похожий. Вот. Блин, я не выкупаю контекста про «Стрэндж щит». Новые бакли будут-будут когда-нибудь. Блин, да у меня с английским отлично, но у меня плохо со скоплениями людей. Ну, как-нибудь залечу на какой-нибудь матч, да. Я сегодня весь день ходил, на самом деле. Я прошел из Купчино до, получается, до Фрундинской пешком. Просто задолбался. И уже приехал смотреть Испанию и Португалию очень уставши. Тут у меня фаворит ФБ-4 Бельгия. Кок-Дик-Шоп пишет «Добрый вечер». «Добрый вечер, не нужна ли вам реклама?» Могу рекламировать ваши коки-дики. О, спасибо, Дэсфит. Да будет кое-что. У меня пока готова новая песня по секрету с названием «Ивангай». В чем бит я написал почти сам. С творчеством «Довлатого». Слышь, «Довлатый». Блин, прикольно было бы. Если бы тебя на зоне, наверное, погонял «Довлатый». Я небольшой любитель «Довлатого», но не знаю, ничего не могу посоветовать. Заповедник почитай хоть. Чемодан, наверное, почитай. Чтобы быть на Воробьевых, мне нужно быть в Москве. В Москве я стараюсь не ссуваться просто так. Да, уже, ну, как бы, чуть-чуть посидею. Но это не седина. Я, Эрнесто, заебичный в эфир вышел. Спасибо. Можь одеться Скоттом Пилигримом. О, хорошая идея, одеться Скоттом Пилигримом. Но у меня нет кучеряшек. Как тебе творчество Сорокина? Отлично. Лучшее прозово в русской литературе? Спорный момент. Спорный. Ну, я бы выделил Сорокину, наверное, как некого универсала и человек, который доказал, что он не просто может эпатировать, но и копать глубоко. Ну, конечно, универсальный солдат. Сорокина читал на заре, на закате студенчества. Сейчас надо не просмотреться. Португалию смотрел, да, ставил на победу Португалии. 50 рублей. Так, так, надо не забыть, что-то меня спрашивали, блядь, только что. Сука, эти сообщения. Топ-3 президента русской классики. Сейчас вернемся к этому. Вопрос был, блядь. Забыл, короче, приснили мне еще раз вопрос, кто-то меня что-то спросил, забыл. Топ-3 президента русской классики. Анна Каренина. Наверное, Мертвые души. Надо перечитать, потому что со временем только начинаешь понимать, кто эти люди, про которых пишут Португалии. В детстве ты особо не понимаешь, кто есть кто. Люди достаточно поверхностные для тебя. В принципе, в школе вообще, если влюбляешься в девушку, ты вообще влюбляешься в оболочку со временем, думаешь, как я мог влюбляться в эту барышню. Она же просто нулевая. Поэтому Мертвые души, Анна Каренина и Евгений Онегин, конечно. А, про Кастанеду? Вот, да, я подсчитывал, но что-то... Надо читать из Кастанеды, надо туда уходить, наверное. Но это не по мне. Я знал малого, который плотно ушел по Кастанеде в какой-то момент. И он осознанными сновидениями очень активно занимался и начал заниматься стиранием личной истории. Потом он выныривает неожиданно из небытия контактовского. Где-то спустя три года после наших этих бесед мы с ним по хип-хопу узнались. Выныривает, смотрю, и работает чуть ли там не политтехнологом у кого-то. Поэтому, да, от суммы до тюрьмы не зарекайся, во-первых. А во-вторых, Кастанед трудно применим к странам с переменчивым климатом. Вот если ты живешь в Австралии, можно к Кастанеде жить, уйти куда-нибудь в скалу, питаться коренями. Но в России, к сожалению, не еще получится. У нас работа работает, да. Матч, где Россия победила. Блин, есть, к сожалению, подозрения. То есть это не умаляет заслуг ребят. И отличный штрафной был. И вообще все вроде было бы неплохо. Но как-то стеснительно играла Аравия и... Не знаю. Вот. Плюс, мне кажется, ну, по мне так это не очень хороший знак. Когда первый матч России выигрывает, потом... Не очень дела идут. А вот 2008-м испанцам проиграли и пошло-поехало. Ну ладно, это каргу культ. Как тебе Стругацкий? Я сильно подселил у них. Я с двадцатым прочел этот... Градобреченный. И, наверное, аж стоит перелистать, вспомнить. Там много интересных вещей. Хотя много и воды, наверное. Плюс... Вот. А так вот понедельник начинается в субботу. Первая часть заинтересовала. А потом как начался этот магический факультет, прям аж противно было. Поэтому Кургатский, чтобы я прям подсел на них, мне не хватает стилистических каких-то вещей. И лесняк в говно тебе привет передает. Привет леснику. Дипексенс топчик? Да, Дипексенс очень хорош. Фильм лето не смотрел. Кинг? Он местами крутой. А зачем тебе Лера свежие фильмы? Смотри, вот посмотри, жилец Романа Полански. 72-й год, а фильм играет на нервах не хуже любого современного триллера. И при этом он не смотрится вторично, в отличие от того же Хичкопа, который сейчас уже смотрится вторично, хотя он начал все эти Саспеновы вещи. Ой, блин, Миллер мне вообще не понравился. Я правда не тропик Рака начинал читать, а какой-то еще. У него тему, например, такая какая-то повседневщина болеводная. Бироуза, ну, что-то тоже не мое, наверное. Но как некий входная стадия вообще в литературу, Бироуза это хорошо. Чем бы дитя не чешилось, лишь бы книгу открывало. Книгу обочины. Да, может быть вернусь. Фильм 72-го года, Жилец, Жилец, Эннант, Роман Поланский, режиссер. Вот, очень хороший триллер. Такой прям будоражащий. Фрэшбат пока не приглашали, но посмотрим. Я был в минувшее воскресенье на Ивенте. Не хочу бросать громких фраз, но мы пожали с рестором друг другу руки. Так что, может быть, может быть. Смотрел фильм «Мандарины». Нет. Славные парни. Какой из, который этот, Скорсезе? Или какой-то был еще с Гослингом? Мне ни тот, ни тот особо не зашел. За одной персин не читал фильм. Ну, я большой хейтер кубрика. Кроме с широко закрытыми глазами, мне вообще ничего не нравится у кубрика. Я посмотрел фильм «Заводной персин», читать книгу «Желание» не появилось. Хотя был... О, у нас главный инстаграмщик Америки. Лев, привет. Ребята, Серебро Ви отправляет запрос. Давайте посмотрим, что мы имеем. С чем мы имеем дело. Серебро отклонил. На словах ты серебро, а на деле, блядь, ты Темникова, нахуй. Ладно, Темникова на самом деле прикольная. Лев, здорово. Как тебе голова ластик? Недавно пытался начинать смотреть, и что-то на ночь глядя не получается это смотреть. Ну, наверное, надо осилить. У нас, кстати, в принципе, с Линчем тоже непростые отношения. Как-то тоже тяжко для меня. Научные книги. Я давно что-то научных книг не читал, но я могу тебе посоветовать Крис Фрид «Мозг и душа». Блин, мне никогда не нравился ДХ, а я пристально не слежу за футболом. Мне всегда казалось, что он очень зависим от психологического климата, как в команде, так и внутри него самого. Это недопустимо для вратаря. Вот, блядь, Сережа Овчинников, нахуй, вообще ничего, человек, не могло вывести из себя. Титов? Что Титов? Егор Титов? Бармантан? Бармантан? Что, Лев, говоришь, все к Найшулеру ушли. Понимаю. Может быть, Стилина и Шулера налепить телефон на лоб, ходить по квартире, так вести трансляцию. Слушай, то, что ты меня сравниваешь с Палдроповым, это для меня, прежде всего, комплимент, потому что его лингвистические копания гораздо глубже, чем то, что я на баттле выдавал. Да, примерно будет квартирник числа 5, наверное, июля. Франция, Австралия, не знаю, не знаю, чего насчет него думать. Да, с рестораном там было разногласия по поводу всяких материальных мелочей. Надеюсь, все это уже постепенно в прошлом. Куджи, да, мне кидали, я что-то так и не посмотрел. Я как бы хорошо отношусь к Дане, но после прожарки Кридо мне как-то прям, ой, настолько плохо, по мне это было, что я что-то временно отстранился от всего, что он делает. Понучись, манучись, как тебе вторая встреча ФБ? Очень круто, я прям стыжусь, что я так предрекал, как и многие, закат жанру баттлов без битов. Вторая встреча показала, что прям многим есть что сказать, искать абсолютно на разных контекстах, абсолютно на разных формулировках, столько разных стилей, ну и на фрешблате. Не только на фрешблате, там на RBL есть прикольные баттлы и прикольные чуваки. Поэтому, как бы, конечно, какой-то вершиной кульминации жанр уже не ждет, но то, что он будет повышать в качестве, вот, и вообще жить еще, да. Неизвестно сколько, но пока все в порядке. Вторая встреча очень оптимистичная. Ну, то есть, или какая-то третья уже, если считать отбор. Кто-то влюбимый современный художник, и я плохо разбираюсь с этим. Но советую вам вбить в телеграме Аля на работе. Моя замечательная подруга Алиас Тридинова, выкладывает им свои поделки и рисунки. Не, его никто ничего не заставит, но я, блин, как бы он не списался вообще. Я ему говорю, чувак, вообще, Андропову, чувак, береги вообще, копи-архив у тебя впереди дохера баттлов. Он говорит, да каждый день что-то в голову приходит. Такой он, прям, видно и по глазам вообще, что человек, он очень необычный, прям. Не хочу бросаться громкими фразами, но, да, Андропов. Очень-очень хорошая находка для команды Окси. Фиток с зубом. Я думаю, что пора уже сказать, что вряд ли когда. Отел или Хорус Отел. Что бы ты сделал с миллионом долларов? Ну, часть отдал бы команде, а часть пошло бы на покупку балахонов. Привет, Дим, как тебе бытлы? Ну. Хорошо. Росетка. Здорово, как матч. Какой именно? Португалия, Испания? Хороший матч. Вроде поставил полтинник, а переживал, что открытый футбол бы. Не, мы эти не послушали пока. Что-то послушал JPEG, мафия. Блин, тяжело идёт, но что-то в этом есть, конечно. Ну, сейчас на фоне поставим. Кири, да залечу когда-нибудь. На РБЛ, да, кстати, воскресенье, я не знаю, может, это секретная информация. А, блядь, что там секретного? Я буду воскресенье судить РБЛ, приходить на РБЛ. Переоцененный батл МС. Это такая культура, что там переоцененных как-то быть, наверное, особо и не может. Всех очень быстро в место ставят. Не знаю. Нах, снялся фильм про батл рэп. Да захотел, да снялся, блядь. Букер попросил. Литая, литая интересно, но ему нужно повышать психологическую устойчивость, как, кстати, и Эн Рейдж, который на последнем батле немножко тоже видно, что переживал. Вот, как и Майлзу там уже. Майлз сам писал в инстаграме, что он в середине первого раунда понял, что там про и будет. Нельзя никогда в батле начинать думать, ну все, я на фоне у него плохо смотрюсь. Нужно подавать, как будто ты лучший. Просто лучший, как будто ты здесь, папа. Не важно, что там происходит, какой у тебя текст и прочее. Вот, поэтому, да. И летаю нужно именно это, во-первых. Во-вторых, у него есть какая-то оригинальность, но ему нужно либо уплотнить все какими-то панчами, вот, грубо говоря, в стиле палм-дропового, либо в детальном разбором оппонента. Пока ни в этой, ни в этой он не вывозит, он остается у него флоу. И вот в последней встрече Фрэшбабом показал там некоторые интересные ходы. Летай с Синспоперечным, хорошее замечание. Музыка Лукемина, ну что-то нравится. Мне нравится шлягер, модный шлягер. Да буду батлить, буду, блядь. Здравствуйте. Сборник живых поэтов. Ну, в руках не держал, но видел, да. А как делать плейлист, видос, мой плейлист? Просто перечислять имена или что? Там же наверняка будут банить за какие-то песни. Ой, я что-то... Ой, ой. Я... Фифа-фес, что это такое? Твой любимый современный писатель. Артем Новиченков. Привет, Самара. Да блин, про шариковую ручку все просто. Просто я начал изначально... Начал изначально. Я изначально подумал о том, что это с мишариком. Потом потому что нет, просто ПМ как бы он полный, как шарик. И из-за этого порой может казаться, что у него небольшие руки. Хотя руки у него нормальные. Владик, не комплексуй. Вот. И поэтому как бы шариковая ручка, потому что это рука ПМа. Вот. Рука шарика. Да, спасибо, Майнфлавор. Во Львове концерт, да нормально прошел. Все со мной говорили на украинском. Я говорил на русском, они меня понимали, говорили на украинском. Я говорю, можно кофе? Мирон крайне открытый и простой человек. Это спросить любого. Суэсэд боссия не слушает. К Тудю пойдешь, блядь. Тритоп-альбом Рурэпа. Влади. Первый его сольник. Потом ЭТЛ, наверное. Вот ваш. Как его, блядь? Мрабу. Ну и пускай Дом с параномальными явлениями. Помитая, нет факел, слушал. Но что-то... Блин, мне нравится иногда послушать тут прикаре, но прям подратый альбом целый как-то обмене не залетает. Тентенсион не особо нравится. Но на испанском песня, которая LOL, I don't even speak Spanish, прикольная. Хотя песню там делает не тентенсион, а испанчик в начале. Не буду акварельно баттлить, потому что моё флоу тягучи, как гуашь. Акапельно баттлить? Да потому что те скиллы, которые лидируют в акапельных баттлах, если мы говорим не про каких-то фреш-плодовцев, у которых нет никакого бэкграунда, если мы говорим про баттлеров с бэкграундом, это скиллы, которых у меня особо нет. Это умение проникнуть в образ, покопаться в фактах. Я это не очень люблю, не очень не младею. Я исключительно... Мне нравится заниматься лингвистическими копаниями, флоу-изысканиями и прочим. Это проще делать на битах, либо в каких-то дружественных баттлах. Если, может быть, будет какой-то чисто Bad Bars или World Play Battle с кем-то акапельный, то только в таком формате. А так... Ну, просто... Акапельный баттл... Ну, может, когда-нибудь будет, но просто... Если я выйду против условного, не знаю, сектора... Ну, у меня уничтожен просто. Потому что очень много чего можно сказать. А что я буду говорить? Как ты там? То-се, ЕКБ, ты предал ЕКБ? Не знаю. Я не очень умею это. Самый техничный баттлер под битый. Я, кстати, запоздал от ила себя Мэтт Соул. Вот Мэтт Соул очень хорош. Я думаю, что по технике, наверное, он один из лучших в России, именно в баттлах под битый. Ставка Нспорт... Ну, так я делаю иногда. Очень бессистемно. Нет, ПЛС молодец. Я надеюсь, что этот проект ему даст какой-то вектор развития. Потому что он, безусловно, талантливый тень. Турбует осенью, да. Джойнер Лукас. Мы прямо сейчас посмотрим, что это. Мне часто советуют что-то, ребята. Очень часто. Это полный шлак. Джойнер Лукас. А зачем тебе спать? Молодой человек, живи ночью. Прекрасно. Здравствуйте, мой номер свит-вотер. Свит-вотер... Товарищ чемпионат мира. Я думаю, что Бельгия. Всегда не придумываясь, скучная история, не буду рассказывать. Да, да, спасибо. Что там, Роспока-Пони? Ну, надо послушать еще. Гнольник Киркоров, русский ПДД Халет, нет, это русский Бивис и Батхет. Не знаю, я как бы... Да, Джонни Бой, удача, все дела, но я не могу сказать, что я увидел какое-то разительное отличие от того, что было раньше. Как бы напор есть, круто. Но вот я слушаю текст, и мне неинтересно. Интересна такого рода работа с образами. Как-то очень все по поверхности. На поверхности. Поэтому Денису, конечно, удачи-то, как бы... Может быть, это вот в интро нету пока чего-то такого глубинного. Причем дело не столько в искренности какой-то, сколько в самих методах как-то вот... Ну, для меня лично нету интересного в том, как он строит текст. Именно в творчестве. Почему ты не стритуешь? Что это такое? Итак, Джонни Лукас. Это песня про школьный буллинг. Да, осенью, надеюсь, будет в Минск. Саба лайф от этого Лукаса. Ну, давай. Нет, что-то другое. Сколько денег в месяц? Ну, сотка вообще кайф. Прям вообще кайф. А так... Есть определенная закономерность. Чем больше бабок, тем ты их настырнее и безрассуднее тратишь. Когда у тебя прям все стремится уже, уже меньше десятки остается на карте, ты такой, так, все-таки вот этот творог возьму. Люблю, конечно, Пискаревский творог, но он все-таки 8, ставлю по акции 30. Поэтому, да. Поэтому иногда хватает там и пятнашки. Ну, если за хат мне надо платить. И тут диктатор влетает. Животе на меньшую. Понял, бля? Остарик из реки Дня, спасибо. Поешь ли ты в Саратов осенью? К сожалению, скорее всего, да. Геворг, что такое? Новый мерч, больная тема, блядь. Как бы все готово, но сами печатники, то один пропадает, второй от 30 штук печатает. Все очень тяжело с этим. Думаю, что-нибудь придумаю вскоре. Нет, насчет Ауэ мы ничего не говорили. Уфа я бы хотел запер. Чувак, ты любишь такой стритуем, либо как Наванну отношусь. Да особо так как-то никак не отношусь. Ну, харизма у него приятная, но если ты про поддержка, не поддержка, я предпочитаю оставаться в стороне. Ну, что ж, ты напросил сюда. Have you come to United States? А что такое United States? Объединенное государство. Единственное по-настоящему объединенное государство это Россия. И я уже здесь. И я уже здесь. А, вот, мне объяснили стритовать, выступать на улице. Не знаю, я не певец, а как-то это не совсем мое. За рубежом бы я, может, выступил для прикола. Если бы поеду в Европу, начал бы, может, фристайлить на улице. Может, бабла подкинули бы. У меня ни с кем не было жестких конфликтов. С лизером бы был. Было бы прям, я был, блядь, ты, сука, петь не умеешь. Ну, опять же, как человек, то он наверняка нормально малый. С какими-то, может быть, радикальным... У вас с каким-нибудь, знаешь, радикальным украинским патриотом, который радуется жертвам в российском метро, вот с ним бы, да, было бы. С радикальной феминисткой какой-нибудь безумной. Не, Амстердам по делу. Самый любимый панч. Вот прям самый любимый. Сейчас подумаю, вспомню. Запишу в голове это. Тоталхам не в курсе ничего. Любимый наркотик, кофе. Блин, комплиментарка с Майти Дик, кстати говоря, это очень интересно. Не, либеральные феминистки, как бы, мой поклон. Я сам либеральный феминист. Но, блядь, радикальный, это... Либо троллинг, либо клиника, когда на это смотришь. Что-то одно из двух. Про любимый панч. Что-то я иногда думал, как раз про то, что же за любимый панч. Супа-Дупа-Турбо-Хиро. Ну, был, было дело, был. Сука, как раз притворяется, что говорит по-английски. Да когда-то там ждать до осени в баттлах какие-то. Там что-то такое, наверное, да. Оксид водорода? Это же вода! Да. Пил. Чувак. Отсутствие литического мышления у всех женщин? Ну, это что вообще? Все очень индивидуально. Так, а вы меня заставили вырубить JPEG мафия со своим джойнером Лукасом. Три любимых баттлера? PM, About Bisk и Seymour. Существуются сюжетные и пережитые, выдуманные на разные отрасли. в основном, естественно, все пережитое. Какой кофе? Да просто побольше хуяль. И, разумеется, нужно покупать нерастворимый, а зерновой, либо помолотый при тебе. лучше энергетик. Ну, вообще, мне надо сказать, Red Bull и Red Bull действительно неплохо. Вот еще есть оранжевая баночка, забываю название, беру, такая маленькая штука. хорошее. Да, мой, это тоже хорошее. Похранил тоже. Молодец. Похранил. Прекрасен. Кто последний раз получал пизды? Бля, вот очень давно. А, вопрос на другом уровне, понимаешь, ну, как объяснить вот. Человек стоит при тебе, читая стихотворение на португальском, ты думаешь, бля, что за жизнь мужишь, мяжешь? Ты просто не знаешь португальский. Вот ты просто не знаешь из-за будущего, поэтому не знаешь, почему обалбисок круто. Дерни, братан, скажешь, что Чечня круто, бесплатно такие вещи говорить не могу. У вас в Чечне много бабок, пожалуйста, сколько-то перечислите и скажу. Как относишься к вас с Арману? Ну, если бы он чуть быстрее говорил, то вообще отлично. В последний раз давал пизды. В каком-нибудь восьмом году, наверное. я зарабатываю музыкой. Но летом я хочу блядь, куда-то хоть грузчиком. Летом нет концертов, на фестивалях тоже как-то особо не лается, поэтому... Ребята, если вы в Питере, вам нужно перетащить за деньги мебель. музыка. Играет музыка. Играет музыка. будет фит с басе вася надеюсь кто знает кто это клойку клипы когда-нибудь будет 8 почему меня тоже интересует почему на фральбатах были судьи не баттлеры я очень рад что теперь наконец-то баттлеры сборные россии отношусь я ни на что не одеюсь ничего не жду на смотрю ну его обсирать их не собираюсь точно последний мальчиков во многом по динамике даже радует как бы там не было подозрений скорость и задор был слава богу какие любимые рифмы виды моя любимая вид рифмы это рифма при помощи штангенциркуля я устраивал на ютубе стримы меня забанили когда я включил этих ваших мстителей или как это называется хранителей марвел десятилей если бы не был с понеделем кем бы я был штандайвером на актером копирайтером ну рома снялся в моем клипе да аналог конечно блин я не люблю ссуваться в рэп фейс хоп но они каким-то образом через какие-то проги сохраняют видосы даже если удаляешь на музыкальных инструментах но я могу сочинять на фортепиано потому что выучил математически тональности тонн полутон тонн полутон тонн и умеют тыкать просто не умею настукивать ритмы на миди клавиуме играть топ-3 актера марлон брондо ран гослинг и клайф оуэн привет киев привет германия чё за город вот того что второй мендер смоки это очень хитрый ход хотя потому что смоки ниже ростом чем oxy да джипек мари на баттле осенью блять холибрэд добрый вечер о здорово села принесла спасибо что рассказал ровный про лимон твикс я тоже теперь подсел на лимон твикс конечно живое не гораздо интереснее чем на записи на записи прям после живого вообще эмбер из этих городов топ-3 порно актрисы кендра ласт ван лав если хороший youtube канал примите в технологии выучите ребята как жарить мясо без спичек и мангала и строить бунгало почему будущее дебильное нечем на зеркало там конечно гротескнутая но отчасти верная под дебильное дело просто тоже все постепенно степенде уже не будет казаться дебильным то что происходит здорово кунжут в этой из групп россия блин не знаю я я поставил на то что не увидит изначально еще до чемпионата но судя по всему выйдет любимый трек кендрика you микси как батлер мне не очень прикалывает но вообще чувак интересный что-то в нем тоже есть такой мир он как будто наметан глаз на интересных типов когда он первым взял микси такой серьезно потом я посмотрел его страницу вообще вот там живую когда увидел что-то в нем есть что-то с ним не просто интересный тип пока это все очень сыро все что он делает в том числе его творчество но какая-то харизма в этом месте определенная но сборных стихов и думаю весной следующего года легион не смотрел название не самое впечатляюще выборы и поменять в одном предложении не думаю не но из-за чего-то как-то потыкал но не совсем моё этот альбом как бы целиком не слушал может отчет круто есть нашел смог и барагрин и виде хорош браги забыл не будешь нам всех семнадцать не получится топ-3 писателя любите выйти топы на боков сорокин и толстой из разных веков более очень хорош может быть для меня просто особенных эмоций добавляет то преображение то что я помню когда я батл на батле свободный стиль 2000 году где кстати был реке да мне более казался да с ужаса пресно у него был трек он там читал батл это бассейн мы будем я думал господи это у тебя фантазия сравнил батл заплывом в бассейне интересно батл это бег по стадион и поэтому когда я узнал и потом особо не следил за ним там он был на слове спб это но как-то я не судил его батл по-моему или забыл просто и вот я просто смотрю успеваем я смотрю на воскресенье очень круто очень монеточка это интересно пока глубины не хватает очень все пока как-то тоже стильное поясничение хотя что-то в ней есть и в интонациях а ими что-то прослеживается такого узоровская даже немножко земфировская то есть такая прям видно что это женщина со своим стилем со своим мышлением но пока вот немножко не хватает глубины а что касается гречки я читаю не понимаю по моему это какой-то особенно это неплохо но ничего особенного в этом нет все так сплошились спела люби меня люби ты еще и там в ноту не попал в ассист до интересных сказал человек который блять использовал припев земфиры да не бить и боевич круто фристайли поэтому не думаю что могу стратить там сеймур невозможно обсуждают что-то потому что бои бои тысячи лет пишет он просто реально такой упорный упорный боец пера а саба лайф саба это исполнитель я знаю саба да неплохо он на фильме не знаю я не слышал короче много знал неплохо но как-то тоже вот подряд но когда слушаешь уже не торкает хорошо придавайте послушаем порнофильмы можно нибудь дослушаю для начала текста обычный панк мне не любитель панк квадрат начинаются ровно вот вот ход просто так свежо блин ромдач какой совет ты выкрутишься из всех ситуаций кепку не надевай пелевина отношусь положительно если пелевин еще существует а не группа гоустрайтеров фильмы чистая вода и мусловые говнори ну я как бы особо не ознакомился но пока ощущение такое муслов для дудя да 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 кто где-то видел кто-то пишет господи дудь конечно молодец но почему просто пропихивать молодежи свои убогие музыкальные вкусы ну да отплясывает на концерте ленинграда тараканов позвал к блядь басти приносит могу я просто потому что и в кепке крышки не очень будут кепки как мне кажется и и вообще ты не знаю сейчас постригся не постригся на тебя лучше когда эти вот назад были волосы вам был бизе д но это интересно но немножко не хватает содержания по технике там все потрясающе ну вот что-то как-то зацепиться по смыслу особо не получается русском рэпе сможет тот кого поддержит рифмы панчи новый рэп хорошо пропиарит сможет я не смел движение вверх но по обзору bad комедия на именно когда отрывки фильмы включаются там местами такой жутки не до игры не до игры что прям может отдельно так кажется что помню что легенды 17 стартовая сцена с боем быков это было такое дерьмо я уже думал господи но потом как-то вот выровнялось ну козловский на самом деле хорош очень наверное дело в этом но движение верха не смотрел на вот эти куски там где-то грузин доказывает кгбшникам что агена цвали это настолько уровень блять однажды в россии да простят меня некоторые участники проекта это даже нет однажды в россии получше вот так насчет bad комедия ну я небольшой любитель но надо сказать что во многом справедливые его претензии к фильму я не все посмотрел изначально подходил к видосу мол что бля опять bad комедия там доебывает но четко кстати прям по батлу кстати вообще оба все четко поэтому конечно объем работ и которым проделывать любом случае пристальность этой работы она заслуживает уважения но немножко хуй знаю я целиком не смотрел движение вверх может потому что потом кит есть откровения новые места но в целом вот претензия потом сценка надоедает это посмотреть хотя бывает что это прямо делом и кайфово жизнь других да я смотрел хорошие кино хорошие всем советую жизнь других творчество группы киши я никогда не любил то что группы киши вот никогда не понимал когда наступает момент на тусовках или где-то со светлыми лицами говорят про киш что-то ставят я вообще не понимаю блять проклятый старый дом охуенная песня там именно по музыке там потрясающе гитарные проигрыши там их несколько не все потрясающе вот да но это вот она выделяется но в целом все эти блять истории про какие-то эти средневековые бары криками всем нравится что он там блять нравится какой-то слог примитивный story telling или мясо мужики пивом запивали правда это ваша молодость жалко мне что у вас такая молодость у меня молодость говорят одежду шьет занимается степень какой-то все кончается эфир добрый рад перископ майки . орг заходи на страницу не пожалеешь про тут толстовки костюмы шапки футболки одежды с огромным каталогом принтов выражай себя в принтах и дари подарки близким контроль качества ты не будешь в зоне риска окей ты еще не понял заходи тут ссылка в описании это лучший магазин бау